Это очень большая проблема, и, конечно, чистота воздуха, она связана с теми предприятиями, о которых говорила Татьяна Валерьевна, которые замечательно используют технологии. Однако следует отметить, что чистота воздуха, это мы, жители Москвы, наверное, могут сказать, что она улучшит безусловно. Появились объективные данные, которые располагают в открытой данной мосокомониторинге. Мы можем видеть это своими глазами, изучать те цифры, которые там приведены. Эти исследования или этот контроль опирается на систему АСКЖА, климатические станции контроля загрязнения атмосферы. Однако проводятся исследования по весьма токсичным соединениям, или из группы стойких органических загрязнений, начиная от диоксинов и другие. Это другого рода соединения, они чрезвычайно опасны. И контролировать их очень сложно, потому что это весьма трудоемкая процедура, соответственно, дорогая. В основном исследования касались такие одномоментные, что ли. То есть это разовые исследования, и эти исследования были посвящены заперезнению потенциально опасных объектов, в УКРМУ с обжигательных заводов. В этом ключе были исследования и депонирующих матриц, я имею в виду почву, прежде всего. Но следует отметить достижение ипотами до природопользования. Разработана теперь методика пассивного отбора, которая позволяет существенным образом изменить значимость результатов. Можно теперь, используя специальную систему пробоотборников пассивную, копить эти загрязнители в течение месяца, например. Таким образом иметь качественно другие данные, которые позволяют действительно создать рейтинг районов, микрорайонов. И уже потом, используя стандартные классические схемы, искать источник этих загрязнений. И насчет перспективы, насчет тренда, который, мне кажется, следует, надо развивать эти методы. Потому что речь идет не только о неоксинах, но и других. Это и полициклические или полиядерные ароматические дороги без Акперен, например. Это и полифарированные петенилы. То есть то, что действительно присутствует, источник у которого, в основном, это автотранспорт, но не только. Поэтому вот мое такое предложение. Это и полиция. Достаточно сказать, что, скажем, за последние 30 лет от природных катастрофических явлений погибло в мире 1,3 миллиона человек погибло. И 4,5 миллиарда человек пострадало. Это вполне сопоставимо с крупным военным конфликтом, с крупной мировой войной. И вот этот факт нас постоянно наводит на мысль о том, что мы в своей деятельности, экологической деятельности, должны всегда в центре внимания держать безопасность нашей техносферы и, конечно, безопасность самого человека. В связи с этим две недели назад мы провели заседание научного совета по биоэкологии Российской Академии Наук, в котором рассматривались природные опасности территории города Москвы. Они хорошо известны, но мы еще раз хотели обратить внимание на этот факт с теми событиями, которые мы пережили в Кузбассе. Там была техническая авария, техническая катастрофа. Так вот, природные катастрофы часто бывают еще более тяжелее, чем техногенные катастрофы. Так вот, на свидании было выявлено, что на территории города существует целый ряд природных опасностей, которые угрожают в нашей техносфере и могут приносить серьезным риском, как человеческим, так и материальным. На территории города существует 15 оползневых участков, очень серьезных оползневых участков. На территории города 15 процентов в территории города поддержано карстным провалом, карстным процессом. На территории города 30 процентов, даже больше 30 процентов эта территория подтопленная территория. Вот все эти факторы безусловно приносят огромные ущербы города и их непременно необходимо в дальнейшей нашей деятельности учитывать. И мы обращаем постоянно внимание на то, что очень часто в интересах погони за такими архитектурными и другими вещами стараются размещать объекты на таких привлекательных природных местах, а эти территории очень часто подвержены опасностям. Вот я уже говорил об этом на прошлый раз и сейчас снова говорю, меня очень настораживают те работы, которые ведутся на Воробьевых горах. А Воробьевы горы оползневые. Ежегодно они двигаются 2-5 миллиметров в год. Ежегодно идет движение Воробьевых гор в сторону Москвы. Это природный процесс, это гравитация. Мы не можем его остановить или изменить. И мы не можем доказать правительству Москвы, что нельзя строить ответственные объекты. А если там строить, то надо заглублять фундаменты на 50 на 70 метров, чтобы прорезать и ползневое тело. Тем не менее, сейчас возводятся объекты там, где уже разрушены были объекты. Вот вы посмотрите, вдоль метро и выход метро стоит экскаваторная лестница. Она же разрушена, она же была построена. Разрушена полностью. Сейчас на этом же месте строится новая экскаваторная лестница. Трамплин переделывается. Значит подъемник к трамплину, ведь он тоже был, тоже разрушен. И сейчас еще дополнительный объект – это подвесная дорога. Я понимаю, что это очень прекрасный город, иметь такой уголок оснащенный, оборудованный, значит, как Воробьевы горы. Это удивительное место, удивительное место. Но не надо забывать о безопасности. Нужно, если и проводить, реализовывать такие объекты, то их надо реализовать обязательно при строгом научном сопровождении, при глубоком обосновании этих объектов. К сожалению, это не делается. Вот мы это чувствуем, что проект составляется, консультации не проводятся со специалистами. на основании чего эти проекты разрабатываются. Ну и так далее. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович.